Розы открыть, чтобы не выбрали, ну, деревья размотать. Вот они, первооткрыватели сезона 2020. Пока их немного, солнце не благоволит. Приезжают кто в первый раз, кто во второй. Навести порядок, засадить теплицу. Вот это редис, это ордейский кучерявец. Редиса много, как и лука, а витамины как-никак. Первая зелень. Валентина держит домик здесь уже 10 лет, и весь участок давно поделен на овощи, ягоды, цветы. Приезжает сюда ежедневно, хоть и ненадолго. Теплички полью, может, малину еще развяжу. Ну, в общем-то, так. И, может, грядку под помидоры сделает. В садоводстве Октябрьском 1700 участков. Большая часть их владельцев приезжает уже постоянно, сбегая на природу от домашней изоляции. Работ много, а в продуктовых магазинах свободно продают семена и саженца, так что дефицита нет. Могут попозировать вам. У Натальи, которая занимается садом третий год, уже в апреле большие саженцы. Торопит урожай, чтобы поскорее есть свежее. И вопрос экономии на фоне разговоров о подорожании продуктов тут ни при чем. У меня нет такого прямо панического настроения, чтобы тут еще три поля засаживать. Нам этого хватит, я так думаю. То, что мы собрали в прошлом году, нам еще, в принципе, кое-какие запасы до сих пор есть. Это низкий поклон нашим пожилым, в основном, садоводам-огородникам, которые делают поправку на коронавирус и выращивают в достаточном количестве качественной, подчеркиваю, качественной продукции, которая нужна сегодня, как никогда, и детям, и своим близким. Часть садоводов у нас такие есть, которые выращивают изначально не только для себя, а реализуют на рынке. По мнению Маркова, тех, кто посадит больше из-за страха роста цен, будет немного. Говорит, садоводы и так задействуют участки по максимуму, но дачная активность им уже на пользу. Работа на свежем воздухе. Главное, чтобы до садоводств доезжали по всем правилам. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Работа на свежем воздухе. Продолжение следует...